Вот он, Пьер 39. Мы неожиданно тронулись, просто обалдели от того, что нам можно ехать. Вот он, Пьер 39. Чем он примечательный? Потому что там очень вкусная еда. Она во многих этих Пьерах есть, но там вот... Ну, я покажу, потому что мы хотим там поесть, уже проголодались. Вот этот мост, это от парковки идет, чтобы люди машину припарковали и могли пройти через дорогу спокойно вот к этим Пьерам. Но вот название Пьер, он и в этом, в аэропорту тоже употребляется. Типа как... Вот лодки сюда причаливали, но сейчас, вот я просмотрела несколько видео про Сан-Франциско, сейчас в другое место перевели, в Окленд. В Окленд перевели, чтобы разгрузить и сделать туристическим это место. Уже сюда никто не причаливает. А из этих Пьеров сделали эти магазинчики там, всякое такое, сувенирные лавки. Я покажу издали Алькатрас, ну, пока опять стоим, я расскажу это. Мы в него не пойдем, потому что на него это надо специально один день приезжать и туда, этот, ехать надо. А так как уже поздно и нужно показать там другие места, поэтому, если Бог даст, в другой раз приедем и уже в Алькатрас этот... Ревенок кричит. Ну, что я хочу сказать. Мы в 13-м году хотели туда съездить, в Алькатрас. Но мы не знали, что там... Мы думали, придем и там купим билеты. Ну, мы видели, что там билеты продаются. И когда пришли, то оказалось, что билеты продают онлайн. Они стоили 40 долларов. Вчера мы посмотрели, сегодня даже посмотрели, 41 доллар сейчас стоит. Не подорожало практически. Стоимость билета входит и туда на пароме, этот... Причалить. Приехать не скажешь, наверное. Отдельно платить не надо за этот... За паром. И уже там ходить можно и смотреть все. Я не любительница всего этого, но просто показать можно. Так, вот здесь вот трамвай проезжает. Вот очень сильно пахнет этим обедом. Ну, вкусно пахнет. Так, сейчас я подниму вот этот мост. Здесь вот здание, парковка. И вот от него так, чтобы люди спокойненько могли пройти без ущерба для здоровья. Хотя вот внизу тоже вон переходит улица. Да, внизу переходит это, если кто машину подальше оставил. Мы приехали в воскресенье, так что народу будет много. Ну вот про Алькатрас я продолжу, там есть сувенирные лавки, и там продается такая полосатая одежда продается, стаканчики там, ну, бокальчики. А, ну, кстати, вот мы и заехали в это здание, где парковка. Наверное, здесь машину оставлять надо. Так, шлагбаум поднялся, и я отключаюсь. Или, ну, что парковку показывать? Я так думаю. Так, я включилась до того, чтобы сказать, что парковка в этом здании стоит 12 долларов, но если ты там вот, там же много пьеров, и много очень кафешек, они очень дорогие. Ну, я потом расскажу, как. И это, если ты будешь посещать такой ресторан, то еще один час бесплатно дают. Можно здесь припарковаться. Час 12 долларов, и если ресторан, то еще один час бесплатно дают. В общем, мы, я когда приехала, я слышала, вот, я не знаю, каким-то образом я слышала о том, что здесь очень вкусная еда где-то. По-моему, из Орелы и Решка я видела. Стали искать, не можем найти. Че, не знали же тогда ничего, в 13-м году. И зашли в какой-то ресторан рыбный. В общем, 50 долларов там одна маленькая, маленький кусочек, ну, не маленький, такой кусочек рыбки, 50 долларов обошелся. Посидели, поели. А потом уже в другой раз, когда приезжали, уж я не помню, это в этом же году было или в другом, то мы увидели парня одного, у него спросили, он нам сказал, где он купил свою еду. Он тоже там купил, сел на скамеечке подальше оттуда. Вот он нам сказал, что на Пьер 39 там это вида. Ну, я покажу ее, если мы все-таки там будем. В общем, мы уже заехали, заплатили, и вот стоим, ждем. Там впереди очень много машин. Ну, здесь, кстати, пустое место, но что-то написано. Ноу паблик паркинг. Так, я это хотела сказать про оплату на этой парковке. Так что уже отключаюсь. Привет! Я снимаю с парковки. Быстро-быстро снимаю, потому что мы заплатили за час 12 долларов. И если мы еще в ресторан пойдем, нам еще час бесплатно дадут. Но мы 10 минут только искали место, чтобы этот... чтобы нам можно было здесь припарковаться. Сейчас я пойду на другую сторону и по мосту тоже я пройду. Покажу этот... Я покажу с парковки, вот с высоты. Здесь уже этот... Так, вот так вот выглядит вот с высоты парковки. Сан-Франциско. И эти пьеры. Вот дорожка вот эта. И сейчас я залив покажу. Так, кстати, в машинках я там отражаюсь, так что... Здесь уже не до себя. Здесь лишь бы снять, успеть. Ну, еще если экономишь на себе, так и неважнее выглядишь. Так, похоже на плотаны деревья. Вода между пьерами такая зеленоватая, а там дальше она голубовато-серая. Сейчас я приближу. Мне надо бежать уже по мосту. Так, вот он, кстати, Алькатрас. Я его приблизила, насколько смогла. Вот он, Алькатрас. Вроде бы не очень и далеко, но невозможно туда это... Не доплыть никак, не молоченки. Очень сильное там холодное течение. Я снизу расскажу про него немножко. Потому что я еще тогда знала, где это надо. В общем, вот так вот. Так, я побежала. Вот он, трамвайчик. Или этот трамвай? Нет, это трамвай. Мы спустились по очень крутой узкой лестнице. И вот все. Выходим на эту дорогу. Вот такая она. Welcome to the Pierre 39. Ну, мне надо учиться же английскому-то. Еще неизвестно, когда граница откроется. Вот со стороны этой... Здесь тоже обедом пахнет. Со стороны... С высоты вот этой дорожки... Вот она такая. Вот это все, что видно. Там вот это вот здание круглое такое, как башня. Там, по-моему, музей находится. И вот мы были там в этом музее. 15 долларов тогда стоило. Но мы не стали платить там, задерживаться. Мы посмотрели так, что можно было. Там на лифте вверх поднимаешься, чтобы это посмотреть, 15 долларов. И увидели вот эту вот улицу кривую. И туда побежали, естественно. Ну, мы так в то время старались много не тратиться. Ничего страшного. Зато больше увидишь. Так, вот это мост. Вот это и есть Оклинский мост. Вот я сейчас приближу его. Вот этот остров и там туннель. Там мне написали, что... Что Оклинский мост, тот, который я показывала, из Вича Монда. Вот он, этот Оклинский мост. Ой, что это я показывала? Так, ну, я немножко прошлепила там начало. А то видно было и вот здесь пролет, и еще после этого островка еще один пролет. Вот такая я шляпа. Много чего прошлепила. Извиняй за тавтологию. Так, народу много воскресенья. Так, куда идти, не знаю. Так, Нигал кафе. Так, а здесь уже начинается... Здесь уже начинается это... Деревянный такой настил. И он такой... Ну, видно, что его давно делали. Так, куда идти, не знаю. Наверное, надо вниз спуститься. Да, спускаемся вниз. Так, ой, людей надо пропустить. А здесь эти кафешки, может быть, и магазинчики тоже есть. В общем, люди не церемонятся с блогерами. Так, вниз спускаемся. И, по-моему, где-то здесь вот эта сувенирная лавка. Если смогу, то я покажу эту алькатрасовскую одежду. Так, это не здесь. Так, написано, что только в Сан-Франциско вот это нужно. Ну, в общем, вот она, алькатрас. Мы тогда не попали в этот алькатрас. Нужно было через онлайн билеты покупать. И, по-моему, за несколько дней надо было это сделать. Поэтому мы не смогли купить. Ну, вот то, что тогда услышали мы... А что-то у меня не то показывает. Вот она, алькатрас. Вокруг холодные течения, и оттуда сбежать просто невозможно. И было всего, по-моему, три случая удачных. И то, ой, опять я вверх показываю. И то неизвестно, это удачно или нет. Потому что живыми их никто не видел, этих бегунов. Ну, просто их найти не смогли. А те, которые сбегали, так они их хоть видели там. И что это, они погибли, или что они не смогли сбежать. В общем... Ой, это так приятно слышать, вот это вот... У меня что-то все время вверх. Рука затекла, и все время вверх она поднимается. Извините. Это, наверное, экскурсионные, может, какие кораблики. И три одинаковых. Ну, все, отключаюсь. Может, еще что-нибудь увижу. Так, в общем, алькатрас я буду... Сколько смогу показывать. Ну, интересно же. Здесь какое-то выступление. И музыка. И прямо люди так восторгались. Вот он такой полчик, а очень это... И все люди восторгаются. Я сейчас засниму воду. Она такая грязная и мутная. Столько здесь предприимчивых людей. Они что только не продают, и что только не готовят здесь. И там мы проходили, и я не стала заснимать, потому что... Это не то, что некрасиво, а это, может быть, они не разрешают делать. Там сидел художник и две девчонки, и он их рисовал. И он так их карикатурно нарисовал. Ну, вообще, в принципе, и не очень было похоже на них, на этих девчонок. Он так их приукрасил. Цветочки, румяные щечки. В общем, не смогла заснять я поэтическим соображениям. Не от того, что я боюсь. Или от того, что там, может быть, за то, что ты снимаешь, надо заплатить. Там еще и стоял один афроамериканец. Ну, как это, как статуя. Его тоже не стала снимать. Там еще есть тюлени. Тюлени никуда не делись. Они здесь есть. Вон они там. Сейчас я приближу немножечко. Их здесь сейчас не видно, но, может быть, мы и сходим туда. Хотя у нас всего времени, сейчас... Из них мы... Здесь, кстати, мы потеряли там пылька на портовке, когда искали. Где нам припарковаться? Вот этот корабль, это музей. Это музей. Туда не пойдем, потому что у нас время ограничено. Так, кстати, вон там кто-то плавает. Или это буйок, или это тюлень. Они называются селайн. Этот. Тюлень. Этот. Лев, что ли, или как. Еще похоже на его голову, потому что кто-то поднимается. Они, наверное, иногда ныряют в воду. Вода, говорит, очень холодная. Так, я сейчас так близко. Вот она как раз. И вот от него, наверное, и едут уже впереди. Так, вот так. Так, какие-то ворота вот здесь вот. Ну, раньше сюда все суда, грузовые какие-то, приплывали. А сейчас это запретили делать. И вот уже все покосилось. Я приближу. Постепенно в негодность приходят. Не знаю, будут они себя реставрировать или нет. Но там на уровне очень много, наверное, ограничена, да, эта попадка. Ограничены и места, где что-то можно ходить из-за этого карантина. И вот эти горы. Так, и вот такой взгляд. Сейчас деревьев, наверное, деревца. А что-таки, может, они и не разрешают это снимать? Я приблизила. Сами можно скрутить, это нетрудно. Так, ну все, отключаюсь. Снимаю машинку. Шевролет старинный. Я за ней иду, но она так быстро, это, уезжает. В общем, мы решили все-таки зайти не в тот ресторан, о котором я говорила. Там, где этот суп, какой-то крабовый суп подают в этих, в хлебе. Очень вкусно. Тогда стоило, 9 лет назад, это 6-7 долларов стоило. А мы идем в другой, ну, чтобы немножко с удобствами было. Мышь, дорога у нас там не близкая была. А это ресторан Сан-Францискан. Краб чего-то. Францискан. Краб ресторан. Так, это Приер 43. И здесь уже другие эти паромы для туристов. Ну, так как там не очень много народу, я думаю, что это, нельзя много народу туда помещать в одно пространство. Мы ходим, ищем ресторан. Сейчас отменены такие места, где нужно показывать эту вакцинацию. Мы не по этому ищем. Не потому, что меня не пускают, что я без вакцины. А потому, что что-то нам и там не нравится, и здесь не нравится. И зашли, я по лестнице поднималась вот по этой, поэтому немножко дышу так. И мы зашли вот сюда. Боек, что ли, написано. А, нет, не Боек. Будин. Бистро Будин. Мы сюда зашли. Ну, я это снимаю, остановилась. Потому, что это бейкери-факторы. Здесь пекут хлеб. И все открыто, все доступно, все прозрачно. Вот мешки с мукой, и как они там пекут. Ну, все, я пошла дальше. Там, напротив, вот здесь вот внизу, здание напротив, и там что-то алькатрас, чего-то было написано. Там что-то, ну, закрыто, все было глухо. Так, это вид из ресторана. Вот такой. Ну, опять-таки, я вот сейчас говорю про алькатрас, как рукой подать. Вот прям вот он стоит вот перед, прям передо мной. Вот оно. Я-то его вот так вижу, даже еще ближе вижу. А на этом, ведь на экране вон, как будто далеко. Я не хочу посетить или снимать. В общем, этот ресторан на первом этаже мы спустились, и здесь вот в хлебе крабовые супы можно поесть. Ну, и там разное меню. Я пока вот сюда подошла, напротив меня, вот, я же говорила, как вокзал, вот такие здания, ну, они раньше, наверное, для чего-то предназначались. И вот впереди написано Алькатрас buy packages here. Сиквуя. Наверное, там можно билеты покупать. Но опять-таки, вот закрыто, через онлайн все. Так, мадам Тюссо. Здесь, говорят, где-то есть музей восковых фигур. Не знаю, навряд ли здесь. А может, и здесь. Хотя вот написано The Wolf Creatist Mox Museum. Вот, повезло. Опять трамвайчик проезжает. И рельсы ему нужны, и еще и там сверху рога электричество нужно. Ну, оказывается, можно вот перейти в неположенном месте. Вот люди переходят, да. Сейчас я на улицу, может, выйду. Стрит. Так, а вот, Клам Чаудер. Вот она. Это очень вкусно. Apple Biz. Это, ну, не фастфуд, может, ресторан. Так, а здесь еще есть French Deep Deluxe. Вот это здание, Будин. И, наверное, здесь много. Стоит 14 долларов. Здесь, наверное, много всяких кафешек, фастфудов, ресторанов. А здесь цена по мне написана. Здесь цены нет. Ну, вот то, что мы раньше покупали, это 6-7 долларов где-то. Так вот, я там, может, плохо объяснила, что не во все места пускали, нужна была вакцинация. Но сегодня ее отменили, потому что мало этих... Как это, вспышек, что ли, сказать? В общем, забыла слово. Мы купили еду вот здесь вот. И, кстати, там был еще и биф какой-то тоже в хлебе суп. Биф чего-то назывался. В общем, я увидала вот эту ящерицу. Ящерицу. Испекли. И вот стала ее фотографировать. А там вот булки и, может быть, из ржаной муки они такие очень румяные. И вон еще хлеб, эти багеты. А-а-а! Здесь не только вот эта вот ящерица есть, но еще вон там две черепахи. Это все испеченное. Вот как краб. Краб, наверное, да. Вот сейчас я приближу. Там в серединке по бокам две мишки, опять краб. Дальше, может быть, динозавр и тоже что-то из хлеба. Я не знаю, что это, мышка или мишка. Сейчас я приближу. Как-то мне надо вот здесь вот, что ли, чтобы людей не снимать. Вот, я стараюсь людей не снимать, а вот только вот сверху, чтобы видно было. Вот. Так, вот биф чили. Вот еще что здесь. Вот такой. Ой, а здесь тоже вон есть 20-22 на из тепли. Тоже крабы, мишки, мышки или эти пигетто. Как думаете, давайте-ка. А, я это приближенно сделала. У меня и голос меняется. Вот что из хлеба выпекаетесь-то. И там на улице я видела, люди принкнули, что-то мы приняли к стоплам. Там фектори вот это вот. Бейкен фектори там. И смотрят, наблюдают, как они пекут хлеб. Все прозрачно. Вон там черепаха. Так, сейчас я вот так сделаю. Пейн, пейн-тоун. Пейн-тоун. Пантом, может, какой-то. Багет даст этот вид. Сёрдо. Все, что знала, все выложила. Так, вот вверху вот это снимаю. Роузбиф. А у этого, прям вот на экране, аж как будто бы у него там пар. Еще и пицца есть. Так, можно здесь еще водички взять. Но я не рискую, потому что это все же мочегонная. А я взяла с собой бутылочку с водой. А, вот это я и хотела снять, когда я сюда шла. А здесь это можно купить. сколько стоит, не знаю. Может быть, видно здесь. Так, а вот такой вот, ну, типа как варежка, сто лет для этого, чтобы горячее брать. По-моему, здесь даже колпаки есть. Вот это колпак, по-моему, да. Вот такой купить, и дома прикольно будет. Ну, это все сувениры. Естественно, здесь цены-то завышенные будут. Потому что это все здесь очень дорого снимать, аренду платить. Ну, зато вот память останется. Если кому бутылочка нужна, вот так бутылочку покупаешь, все время вспоминаешь, что ты здесь был. Ресторан-бар. Ну, увлекаться, конечно, этим не стоит, потому что дома потом это все некуда девать. Ворота золотые. Golden Gate. Здесь просто улицы. Это, наверное, салфетки. Так, это, может, скатерть? Что написано? Оригинал. Конфеты. Так, и здесь варенье. Oregon Growers. Oregon Growers. А, это, наверное, такая фирма. Вот это из лимонов, а это вот из может, тутовника, потому что что-то там они так вот весь вдвоем вместе или ежевика это. Ой, ладно, отключаюсь. Кстати, вот и ответ на мой вопрос. Там в пакете вот этот фартук apron продавался. Вот сложенный. Сейчас я покажу вот его. Вот то, что я вот так вот снимала. И вот это вот так. Сейчас я покажу. Так, оно такое не сильно плотное, но и не тоненькое. Вот такой apron. Так, здесь томаты, что ли, какие-то? Так, Clam Chowder. Вот это вот тоже не знаю, что такое. Может быть, это это... в домашних условиях, что приготовить. Или открыть, и вот тебе ложечка, пожалуйста. А, за ложечку тоже платить надо. Сколько платить? Может, кто увидит? Сейчас я приближу. Так, сумочка. Опять сумочка. Так, и на улице можно посидеть. В общем, очень интересно здесь. Очень атмосферное место. Продолжение следует...